Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И при появлении финансовых возможностей Предложил рассматривать самые болевые точки На социальной карте региона Сегодня мы вместе формировали бюджет Исходя из пессимистических прогнозов По цене на нефть Вместе с тем мы уже сейчас понимаем Что в бюджете скорее всего будут Возникать дополнительные доходы Давайте постепенно при появлении Финансовых возможностей рассматривать Самые болевые точки на социальной карте Нашего региона Исходя из принципа адресности и нуждаемости В первую очередь я говорю О поддержке ветеранов войны Тружеников тыла, о семьях с детьми О старшем поколении О людях с ограниченными возможностями здоровья В ходе доклада Александр Цибульский Подчеркнул, что главной ценностью в работе Должен быть человек Поэтому все проекты администрации Должны быть ориентированы на этот аспект Основным нашим активом на ближайшие годы Становится человек Становятся его возможности Его интеллект Его развитие И это, собственно говоря, и есть тот основной актив экономики Который нам надо сегодня максимально инвестировать В средства В своем докладе глава региона Обратил особое внимание на социальную составляющую По мнению в Рио губернатора Администрации предстоит обратить особое внимание На решение проблем, связанных с доступностью образования в регионе Это и ликвидация второй смены Обеспечение квалифицированными учителями детей Из отдаленных населенных пунктов Посредством онлайн-уроков Обеспечением детей с полуторалетнего возраста Местами в детских садах А решить эти проблемы возможно только благодаря строительству новых объектов Речь идет о строительстве новых современных детских садов Переход детей из одного ветхого здания в другое Не менее неждающееся в ремонте Но в котором мы пытаемся косметическими мерами навести порядок Это не решение проблемы Я прошу обратить на это внимание Это лишь имитация нашей с вами эффективной деятельности, если хотите Я говорю сейчас о старых деревянных постройках Таких детских садов, которые у нас есть И в Наринмаре, и Теремок, и Кораблик Невозможно воспитывать новое поколение В стены зданий постройки 30-40-х годов И от этого надо уходить, коллеги По линии здравоохранения Специалистам предстоит проанализировать Зарубежный отечественный опыт применения телемедицинских технологий И предъявить конкретные предложения По внедрению лучших практик в Ненецком округе Кроме того, Александр Цибульский еще раз акцентировал внимание На необходимости бесперебойного обеспечения лекарствами жителей села Предложил вынести в приоритетные проекты строительство новых зданий Для инфекционного отделения окружной больницы И противотуберкулезного диспансера К тому же глава отметил, что подход к строительству таких объектов В городе и на селе должен носить комплексный характер То есть включать в себя не только непосредственно здания лечебного учреждения Но и жилые помещения для медицинских работников Которых приходится приглашать из других регионов Строительство и ремонт фапов на селе Организация, где это необходимо и возможно Работа передвижных медицинских комплексов К выполнению этого обязательства перед нашими гражданами Я призываю приступить незамедлительно При необходимости внося соответствующие изменения в окружной бюджет У меня сегодня нет сомнений в том Что нам под силу обеспечить эти процессы финансовыми ресурсами В вопросе развития сельского хозяйства в регионе Глава округа заявил, что необходимо сократить издержки в этой отрасли Тем более, что предприятия в большинстве своем получают от округа субсидии Стоит обратить внимание на модернизацию энергосберегающих технологий Оленеводство – это отрасль сельского хозяйства По оценке главы региона должна приносить в бюджет округа ощутимый доход Она должна стать своеобразным брендом Также он отметил, что эффективность производства компании Доля участия окружного бюджета в которых равна 100% Оставляет желать лучшего Хотя потенциал к развитию есть Они могут стать источником развития экономического роста Простите меня, моя откровенность Но такие компании, которые основой своей деятельности Имеют зарабатывание средств на собственное развитие На пополнение бюджета округа На повышение благосостояния своих работников В этом сегодня По моим ощущениям, не справляются Особое внимание в своем докладе Александр Цибульский уделил транспортному вопросу По его словам, необходимо пересмотреть подход к речным и авиаперевозкам Рассмотреть возможности внедрения Собственного межрегионального рейса Обратить пристальное внимание на качество дорог Строительному блоку окружной администрации Поручено проработать вопрос строительства Блочно-модульных строений Адаптированных северным условием на селе Таким образом, планируется сократить время Возведения соцобъектов А также жилья В том числе для специалистов, работающих в муниципалитетах В ходе своего выступления Глава региона также дал ряд поручений администрации В ближайшее время должны быть представлены Предложения по систематизации Очередей на улучшение жилищных условий По мнению Цибульского, динамика движения существующих узкоспециализированных очередей Крайне низкая, а где-то и вовсе нулевая Он также сообщил, что в ближайшее время Будет перестроена структура администрации Нао Система управления будет выстраиваться В соответствии со стратегией развития региона Я сегодня могу вам с полной ответственностью Без эмоций заявить Что та структура администрации Которая сегодня действует Не является эффективной Мы с такой структурой администрации Изменений в оборот не принесем Первое, что я в этой связи хочу отметить Это отсутствие нормальной коммуникации Как между органами Государственной и муниципальной власти Так и между департаментами Входящими в состав окружной администрации Нет ощущения, коллеги, что мы работаем как одна команда Отсутствие такого взаимодействия Усложняет нашу с вами работу И при этом, поверьте, вы тратите на достижение Стоящих перед нами целей Намного больше времени и усилий Чем это могло бы быть Депутаты окружного собрания Приняли доклад к сведению И прокомментировали отчет О деятельности в Рио губернатора И администрации региона Были затронуты очень многие вопросы В том числе те проблемы Над которыми придется решать И обсуждать в дальнейшем В том числе и на площадке Собрания депутатов Это в частности По образованию Строительство детских садов С тем, чтобы ликвидировать очередь В детские и дошкольные учреждения Начиная уже с двухмесячного возраста Детей Это ликвидация второй смены В школах На сожалению, еще в шести школах Учащиеся учатся в две смены Это недопущение недостроев При строительстве школ У нас в округе И пример был приведен Строительство школы В поселке Индиго Это по здравоохранению С учетом послания Президента Российской Федерации Строительства фельдшерских пунктов У нас требуется в округе Построить порядка шестнадости ФАПов и здравпунктов С тем, чтобы приблизить Вопросы обеспечения здравоохранения К населению К месту проживания Я считаю, что очень важно То, что обречено внимание В рамках здравоохранения Вот, как говорится, по ФАПам Это от президента Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Сказал о том, что нельзя Вот это как пример Один из примеров того Что нельзя бездумно Закрывать ФАПы На селе А для нас на северах Это вообще задача номер один Я так считаю Поэтому, конечно, было непонимание И у жителей, и у глав муниципальных образований У нас, ну, закон был закон Поэтому я полагаю Что то, что обращается внимание Вот в этой связи На мой взгляд, это очень важно На мой взгляд, это очень важно Ну, конечно, эти задачи я перечитать не буду Потому что в прессе И, наверное, у нас, наверное, вынер Будут материалы проанализированы Те, которые сегодня были высказаны Ну, я только одно сделаю вывод Мне очень понравился тот вывод Здесь можно об этом говорить Что при всем Притом В докладе нет желания понравиться Здесь в докладе И в отчете у нас звучит Скажем так Желание Работать Это взаимная требовательность Это согласованность о работе Всех ветвей власти И представительной, и исполнительной Ну, и самое главное Прозвучал вывод о том Что у Нейско-автономного округа Есть будущее Самое главное, с моей точки зрения То, что все-таки перспективы есть И округ будет развиваться Здесь, наверное, в разные сферы Там и медицина, и сельское хозяйство И связь Но самое главное, это, наверное, именно Современный подход И он очень коррелируется с посланием президента Российской Федерации И ориентирован на человека Для меня это, наверное, одно из самых главных Если нашим жителям Нашим Молодым людям Старшему поколению Будет в округе жить комфортно И они будут Иметь и стенку И стенки в воду Значит, нормальные социальные Бытовые условия Современные коммуникации Современное производство В котором они сами будут непосредственно Участвовать и Поразвивать его То, наверное, в этом И огромные перспективы округа Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Вадим Носкин, Телеканал Север Правительство России выделяет Ненецкому округу 72 миллиона рублей для создания дополнительных мест в детских садах в 2018-2019 годах Соответствующее распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов На создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет Подписано Дмитрием Медведевым Всего на эти цели регионам выделены 49 миллиардов рублей Ненецкий округ должен получить более 72 миллионов рублей равными долями в нынешнем и в следующем годах Условием предоставления трансфертов стало наличие региональной программы по созданию дополнительных мест А также наличие в региональном бюджете ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства Как сообщили в департаменте образования, в текущем году федеральные средства будут направлены на софинансирование строительства детского сада в НИСИ, где предусмотрены ясельные группы Второй трансферт в 2019 году предусмотрен на строительство ясли и сада в Наринмаре Планируется, что это будут ясли для детей от года до 3 лет на 60 мест Две группы для детей от 1 года до 2 лет, две от 2 до 3 лет Проектирование и строительство детского сада строители планируют объявить одним контрактом По данным на сегодня место в детском саду ожидают 1255 жителей округа от рождения до 3 лет Также из федерального бюджета Ненецкий округ получит средства на развитие медицинской помощи на селе Всего из резервного фонда правительства России Минздраву выделяется более 1 миллиарда рублей Трансферты будут распределены между бюджетами 45 субъектов федерации Ненецкий округ получит 9 миллионов 758 тысяч рублей Выделенные средства будут направлены на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий Фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек Речь идет о населенных пунктах, не имеющих по данным Геоинформационной системы Минздрава России Медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь И находящихся на расстоянии более 6 километров от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь Также Минздраву из резервного фонда правительства выделяются бюджетные ассигнования в размере более 2 миллиардов рублей На приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек Принятые решения направлены на расширение сети сельских медицинских учреждений и повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности Правительство утвердило субсидирование авиаперевозок по маршруту Нарьинмар-Москва-Нарьинмар Документ опубликован на сайте правительства Правила устанавливают цель, условия и порядок предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок к населению Субсидии предоставляются на возмещение недополученных организациями воздушного транспорта доходов от осуществления воздушных перевозок населения по специальному тарифу воздушными судами в салонах экономического класса регулярными рейсами с 1 марта по 1 декабря текущего года включительно В перечень субсидируемых воздушных перевозок вошли более 70 направлений, в том числе и авиаперевозки по маршруту Нарьинмар-Москва-Нарьинмар Как отмечено на сайте правительства, предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении составит 4 тысячи рублей Размер субсидии на перевозку одного пассажира в одном направлении также 4 тысячи рублей Воспользоваться правом приобретения льготного билета могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающие его лицо, а также лицо, сопровождающие ребенка-инвалида и инвалид с детства второй или третьей группы Конкуренция во благо потребителей Глава региона на минувшем заседании администрации округа высказался против создания тепличных условий для местных товаропроизводителей Они должны конкурировать с другими предприятиями наравне и продвигать свой товар за счет улучшения его качества, убежден Александр Цибульский Ранее на заседании администрации был рассмотрен вопрос об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам торговли на возмещение затрат по доставке продовольственных товаров в населенные пункты округа Целью указанного проекта является обеспечение сельского населения продовольственными товарами по доступной цене Размер возмещения составляет 80% от фактически понесенных затрат от авиа, морским и речным транспорта Доставка на землю транспорта осуществляется в соответствии с установленной стоимостью на тонный километр, которая также определена настоящим проектом Одним из условий предоставления данной господдержки является наличие в розничной продаже не менее 75% пунктов из обязательного перечня товаров Он включает в себя 18 позиций, в том числе колбасные изделия, произведенные на территории Неницкого округа При этом размер субсидии на возмещение затрат по доставке продукции местных товаропроизводителей предусмотрен на 19% выше, чем для всех остальных Представитель прокуратуры и глава региона с такими условиями не согласились И если мы будем ограничивать эту конкуренцию, то мы с вами будем пользоваться некачественной продукцией Потому что она будет заведомо более выгодна с экономической точки зрения, чем товары других производителей других регионов Поэтому я двумя руками поддерживаю, считаю, что это надо доработать для того, чтобы наши предприятия понимали, что они не находятся в тепличных условиях А должны конкурировать со всеми и делать товары такого уровня для наших жителей, чтобы они были лучше, чем все остальные И только тогда это будет работать Проект постановления о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат по доставке продовольственных товаров в населенные пункты округа отправлен на доработку Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север В 2016 году компания «Лукойл» поддержала проект педагогов 5-й городской школы по созданию музея На грантовые средства конкурса социальных и культурных проектов, в котором школа стала одним из победителей, удалось закупить необходимое оборудование Теперь история школы представлена в двух уютных и специально оборудованных помещениях Старинные прялки, подсвечники, лампы, при которых учились первые ученики 5-й школы, а также ценные документы об истории школы Еще недавно эти ценные экспонаты могли прийти в негодность, ведь хранились они в неподходящем помещении Поэтому сейчас то, что у нас есть, мы можем уже достойно как-то это представить, для того, чтобы пользоваться Ведь у нас в этом году большое мероприятие, 65 лет школе И вот у нас практически год, конечно, ушел на то, чтобы все это нормально разместить, собрать дополнительные материалы Подготовить небольшие экскурсионные программы, уже подготовленные детьми вместе со специалистом, который руководитель музея Должности музейного работника в школе нет, поэтому эти обязанности взяла на себя педагог-организатор Нелли Насонова В планах педагога открыть на базе музея кружок «Музейное дело», где подрастающее поколение будет не только изучать историю родного края, но и заниматься исследовательской и поисковой работой Для школы музей, конечно, важен тем, чтобы историю-то ребята знали Ведь здесь они познают и малую родину свою, и корни свои Потому что здесь, в Хариверской, учились и их бабушки, и дедушки, и родители, и они сейчас учатся Поэтому здесь они могут и родословную свою даже изучать Поэтому они заходить, я думаю, что будут сюда часто Оборудование для школьного музея было закуплено еще летом прошлого года Благодаря грантовой поддержке компании «Лукойл» Нефтяники на реализацию проекта выделили 134 тысячи рублей 30% от суммы гранта по условиям конкурса добавила сама школа На эти средства школа приобрела шкафы, стеллажи и витрины Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север В Ненецком округе объявлен фотоконкурс «Голоснау-2018» Его проводит фотостудия «Блиц» Для участия в конкурсе необходимо в день выборов президента России Сфотографироваться на избирательном участке в специальной фоторамке Разместить фото на своей страничке ВКонтакте или Инстаграм С хэштегом «Голоснау-2018» Все фотографии автоматически попадут на сайт «Голоснау-2018.рф» Здесь же можно будет проголосовать за понравившееся фото Ну, конечно, у нас еще будет жюри, который будет отслеживать, чтобы не было накруток Какого-то мошенничества, еще чего-то Призы довольно-таки неплохие Это айфоны и айпад У нас будет конкурс проходить по два Там, скажем так, на двух участках Это «Искательный ренмар» один И «Село» отдельно Вот, поэтому два комплекта призов Конкурс проводится с 18 марта по 1 апреля 2018 года Подробную информацию о нем можно узнать на сайте «Голоснау-2018.рф» Такова информационная картина этого дня Увидеть новости также можно на сайте www.trk.ru А впереди прогноз погоды